Итак, кто сегодня, сейчас, первым задаст свой вопрос? В духовном внутреннем есть ли место, где никто ничем не покорит? Заключите, пожалуйста, эхо на этом микрофоне. Еще? Как мы можем оттенять козлесу от Господа? И почему она беспричинная? И почему мы называем козлес? Мы можем обрести милость Господа благодаря общению с преданными. И также взывая. Вамши Даса Бабаджи спросили, каким образом обрести прему? Он ответил, взывайте. А если мы не получили того, о чем просим, нужно взывать громче. Все мы попрошайки. Махадьюти Прабу сказал, первым нужно смазать колесо, которое скрипит громче всех. Изобретения возникают, потому что в них появляется необходимость. Если человеку что-то нужно, он это обретает. Поэтому, чтобы получить то, что вам нужно быстрее, нужно взывать погромче, чем все остальные. Скажите, пожалуйста, Кришно объясняет, что глупое состояние бытия, человек не был в момент поставления тела, он такого состояния бытия достигает. И также Кришно говорит, что тот, кто вспоминает меня в момент смерти, он попадает в мою жизнь. Достаточно ли просто вспомнить о Кришне в момент смерти, или же необходимо обладать определенным духовным уровнем, чтобы вернуться в духовный мир? It is said in Bhagavad-gita that the destiny of a living entity after death will be determined by thoughts which were in his mind or her mind. Is it actually sufficient just to remember Кришна at the moment of death, or the specific level of spiritual advancement is required? Obviously required. See, Прабхабад mentioned that those who distribute books, Lord Chaitanya will force his way into their mind at the time of death. Шрила Парупада говорил, что в ум тех, кто распространяет книги Шрила Парупады, в момент смерти насильно войдет Господь Шричитани Махапрабху и освободит их. Нам нужно всегда помнить о Кришне. И этого достаточно. И также служить преданным, и этого достаточно. Просто служить преданным, любите их, и этого достаточно. So, thinking of Кришне, и служить преданным, и этого достаточно. How can one feel his spiritual body? In the material world, you can't. Находясь в материальном мире, мы не можем ощутить духовное тело. It's completely different. Потому что материя и дух абсолютно противоположны друг другу по природе. In the first canto, chapter 7, Narada Muni talks about it. Об этом говорится в седьмой главе первой песни Шримад Багавата. He says that... Oh, it's either seven or five. То ли в седьмой главе первой песни, то ли в пятой. Narada Muni говорит. I meant with death, and it was just like dissolution and illumination at the same time. Death and illumination at the same time. He said it is like death and illumination at the same time. What is like death? The change of bodies. Narada Muni говорит в Шримад Багаватам о том, что смерть подобно... О том, что оставление тела – это смерть, и в то же время это подобно наваждению. So you basically feel like that. You leave the material body and you can't do spiritual body at the same time. Происходит все таким образом. Человек оставляет материальное тело и тут же получает духовное. Как разотождествить себя с грубым и тонким телом? Как развить интерес к обсуждениям о Кришне? How can we get rid of self-identification with our gross and subtle material body? And how can we develop our interest to be involved in discussion about Кришна? Basically, we should be more attached to Кришна, than our distractions drive us away. Наша привязанность к Кришне должна быть сильнее, чем отвлекающие факторы. About our material life, we should just forget about it. Что касается материальной жизни, о ней нужно просто забыть. The whole material world is like a flash. Материальная жизнь подобна вспышке по своей кратковременности. In comparison to eternal time. В сравнении с вселенским временем как таковым. So, what is the use of this body? Just forget it. Поэтому, что толку от этого материального тела? Просто забудьте о нем. And just embrace the spiritual body and forget it. Просто обретите духовное тело, о материальном забудьте. Когда живое существо покидает этот мир, Господу приходится убедить живое существо в том, чтобы оно вернулось в духовный мир, ибо опыт материального существования — это единственное, чем обладает живое существо. У меня был один духовный брат, который умер от спида. His spiritual master was on the phone. He was on the phone. His spiritual master was on the phone. But the phone was far away from him. From spiritual master. From the disciple. His spiritual master. It doesn't matter who the guru was. It doesn't matter. It does not matter what the name of the guru was. Как звали духовного учителя, совершенно неважно. He left. When the disciple was leaving the body, the spiritual master was saying, I'll just give it up, throw it away. Так вот, когда преданный оставлял свое тело от спида, духовный учитель ему сказал, не думай об этом, просто отбрось это, отбрось мысли о святеле. И в этот момент ученик оставил тело. Это интересно. Обществе преданных часто говорят о том, что нужно за кого-то молиться. Как это правильно делать. В Хари Бхакти Веласе в текстах с 83-го по 85-й и 12-й вела соговориться о том, что можно поститься от имени другой личности. И в результате этого обрести благо, которое будет стократно превышать благо, которое мы бы получили, если бы постились просто ради себя. Итак, личность, во благо которого мы постимся, назовем его господин Н. Если мы за него постимся, но он с ходом времени так и не становится лучше, это означает, что Кришна ожидает от нас большего. Вот и все. Нужно просить Господа, чтобы эти люди, за которых мы постимся, обрели чистое, преданное служение. Также нужно в удобоваримой форме преподносить им сознание Кришны. в соответствии с тем, сколько им Господь дал мозгов. И можно давать им носить канхималы, независимо от того, каковы они, как личности. Будь они пьяницы или мясоеды, это совершенно не важно. Вишну Дармотаре говорится, что любым людям можно предлагать носить канхималы. Берем канхималу, говорим, вот такая красота, это специально для тебя, потом надеваем человеку на шею. Она должна быть не такая короткая, чтобы ее совсем уж нельзя было надеть на человека, но в то же время не такая уж длинная, чтобы человеку было легко ее с себя снять. Пусть Матаджи не думают, что здесь, в нашем почтенном собрании, вопросы позволено задавать только Прабху. What's his question? Can we actually speak about our free will if we are really under the influence of laws of karma? The living entity has its free will to serve Krishna or not. Уже у существа есть свобода, выбора она проявляется в том, служить ему Кришне или нет. Но преданный предается Господу по собственной свободной воле. И предавшись, имеет ли живое существо свободу или не имеет? Если человеку хочется не служить Кришне, то в принципе оно может и не служить, но по сути оно уже попалось. Как смирение проявляется распространение? Как смирение проявляется распространение? Самый лучший способ много книг распространить, это распространять те книги, благодаря которым вы стали преданным, и те книги, которые вам нравятся больше всего. Вообще-то Господь все делает. В пятой шлоке Мукунда Мала-Стутра говорится, I really like this. You're not going to find it in the BBT version. Мне нравится эта книга. It was published by BBT or not? No. BBT не издавала эту книгу Мукунда Мала-Стутру. They've done it, but it's not Southern Declension. It wasn't up to the end. But they haven't put that in. То есть велась работа по подготовке этой книги к публикации, но она так и не вышла в издательстве BBT. Мукунда Мала-Стутра. Whatever I can do, whatever I can do is not done by me, but by you, O killer of the mother's demon. В этой шлоке, пятой шлоке, говорится о убийце демона Мадху. Все, что бы я не сделал, и все, что бы я не смог бы сделать, все это творится одним лишь тобой. И мне реально нравится эта шлока. There's other verses also that I like. That's from the Southern Declension. Там есть и другие шлоки, которые мне тоже нравятся. But that's one of them. It's good. Это одна из них. Она хорошая. You sure? Да. How can we preach to scientists? Oh, we can set a good example. That's all. Можем подавать им хороший пример собственным поведением. Вот и все. Invite them to take prosad. Приглашать их на просад. Basically, with anybody you can do that. В принципе, любого можно приглашать на просад. Who fights with a sweet ball? Who argues with a samosa? Кто будет сражаться со сладким шариком или драться с samosa, спорить с samosa? So basically, you can do that with anybody. Любому человеку можно предложить просад. The best people that deal with the scientists are those that are qualified like them. Or you basically get some other scientific devotee to preach to them. Лучше всего проповедью ученым удается заниматься тем, кто имеет соответствующие наклонности. Нужно найти ученых среди преданных и пускай они проповедуют ученым. And if you don't have it, then you just set a good example. Because it takes one to know one. We're only made out of nothing but the mercy of devotees. And because of the mercy of devotees, we're still here. Some of people can say that other books not written by Shriva Prabhupada are more applicable in preaching. They can convince people better than Shriva Prabhupada's books. How can we convince them in the opposite opinion? You can, a man convinced against his will is of the same opinion still, Benjamin Franklin said. Benjamin Franklin said. One French moralist said, people are not going to argue with their philosophy, but they will find fault and argue with yours. So you first can develop love and trust by presenting their philosophy, and then when you've got that love and trust, then you can present your philosophy. You can't force Krishna consciousness on anybody. You just have to set a good example, that's all. You just have to set a good example, that's all. Sure? How can one make his wife a devotee, a Vaishnavi? Basically, it's like attracts, like... Basically, like attracts, like... Oh, ask other Vaishnavis to preach to her. To become a friend. Like that. These are ways... These are some... And also, householders that both of you trust can preach to them. And basically, one has to set a good example. It's possible to be a devotee and be a householder at the same time, yet it's really tough. So the householders that do so, we should congratulate them. By doing it? How can we develop a desire to serve devotees? By doing it? By doing it. By doing it. By doing it? Хайри Кришна, подскажите, пожалуйста, как Матаджи быстрее прогрессировать сознание Кришны? How can Матаджи advance in Кришна-кончистость quickly? Матаджи can advance in Кришна-кончистость by doing something. Чтобы быстро продвигаться сознание Кришны, нужно что-то делать. You're not doing something because you have to. You do something because you want to. And basically, Tulsi Rani is the mother of the universe. So, if you're ready to be a child, she's ready to be your mother. The mood of a child is anything for my mother. If you do that, then she's ready. So talk is cheap. Action is better. The mercy of devotees is simply to follow their instructions. All of the acharyas are present in the sound vibration. You can be physically one thousand kilometers or more of them. You will follow their instructions to feel them walking right next to you. But if we follow their instructions, we feel that they're right next to us. Sure. How can we accept people as they are and how can we avoid to ask them to become as we want they to be? How can we avoid such attitude towards people that they should be like we need, like we want them to be? How can we avoid such attitude such attitude to them, towards them? One has to simply accept them as they are. Нужно просто людей принимать, какие они есть. You don't have to change your lifestyle. You just have to put add Krishna to it. Prabhupada said that you do not have to change your lifestyle. You just simply add Krishna to it. Не нужно менять свой образ жизни. Нужно просто добавить туда Кришну. добавить туда общение с преданными. Есть многие преданные, которые вдохновляют. Это не только вы. Нельзя кого-либо насильственно сделать Кришнаитом. Нужно просто подавать хороший пример собственного поведения. можно добиться желаемого результата, если устроить так, что людям, которых хотите поменять, будут проповедовать те, кто имеют сходную с ними природу. Но слишком уж усердствовать в этом не следует. В одном из комментариев в читании Чаритамрите Шрила Парупада пишет, если человек обеспокоен ум, то ему не поможет ни духовный учитель, ни верховный господь. Что с таким умом делать? In one of the purposes in Шри Чтани Чаритамрита, Шрила Парупада wrote as follows, if a person has disturbed mind, then he cannot get help from guru, he cannot get help from supreme personality of Godhead. Nobody can help him. The question is, what can the person do with such mind? What about my mind? Ну, а мне что с умом делать? It's interesting. Basically, if one has problems, then one can insert Tulsi Rani. Если у кого-то возникла проблема, можно начать служение Tulsi Rani. Она устраняет влияние тонких сущностей. There was one Ukrainian devotee in Florida, north Florida. So about midnight, then some ghost came and said Harry Ball. And then I was thinking, I woke up, I'm ready, I'm ready, I'm ready. I was thinking it was the householder who was taking me to Mongolarity. И преданный проснулся и начал говорить, я готов, я готов, думая, что его будет хозяин этого дома и приглашает его на Манглаарити. And I looked outside the window, nothing. Looked outside the door and the hallway, nothing. Затем этот преданный посмотрел в окно, ничего там не увидел, посмотрел за дверь, там тоже никого не было. Then it happened the next night. повторилось следующей ночью. Then I asked that Ukrainian devotee, did somebody die recently? And he was, oh, 10 kilometers here, 4 years back, somebody died. then I understood a devoted ghost came. So I brought Tulsi Rani and the next night there was no ghost. How can one overcome the desire to be honored and glorified? Sometimes glorification blows up in one's face. Blows up. It turns out to be the opposite of what it was. We thought it was. It blows up in your face. sometimes желание быть почитаемым и уважаемым человеком оборачивается против самого человека. It is your answer. There is many books of spiritual masters and many different vashnava literature. So what should we read and when should we read from these books. Thank you very much. Whenever want what you to read it was interesting I asked Bhagat Tirtha Maharaja about studying books. I asked Bhagat Tirtha Maharaja about studying books. He said sometimes some people can change the books every fifteen minutes in order to stay awake and stay alert. And Bhagat Tirtha Maharaja ответил иногда люди для того чтобы когда они читают книги у них было ясное бодрое сознание каждые 15 еще один метод это тематическое изучение книг. Подход такой вы выбираете тему которая вам интересна и потом в книгах по предметно-именным указателям находите соответствующие места в книгах. then there's purports and those shlokas shout at you. Because you personally chose it. Расскажите пожалуйста историю о Шриле Парупаде. Плес те истории о Шриле Парупаде. Сам о истории. He was a vikuntha man. He said that a young person can not eat too much and old person can not eat too little. At the age of 59 I'm realizing exactly what he meant. In 1975 a fat disciple of Prabhupada gave Prabhupada a whole plate of fruits. In California you can get anything under the sun. And he took one grape and honored it and said he quoted that shloka from Gita one cannot become a yogi if you eat too much or eat too little or does not eat too much or does not eat and sleep enough. Shriva Parhupada he didn't have any digestive fire he was simply honoring it that's all. Otherwise when he had fire he said he was to glorify the prasad and once when he was going from New York to Gita Nagari farm on a bus then Parhupada glorified the some pakoras if you have fire then it's good if you have no fire nothing is good and you really can't predict when you have fire and you can't when you have fire you can't say you can one fast on dash no you give it up you give up the tenth day and fast anyway on akadashi or duodashi like that past you can you not fast on dats you can fast on dats can fast on dats can and not only fast you can stay up all night also И не только проститься, но и совершать ночное обдение. У меня есть прамана, то есть ведическое подтверждение, доказательство из Брихад Нарадея Пураны. Господь Нарисимхадев рассказывает про Хлади Махараджу о Нарисимхачатурдеши. Прочитав эту шлоку, я решил, что каждый день явление Господа хорош, и на каждый из них можно совершать ночное бдение. Basically, Гор Пурнима, Нитянана Трайодаси, Ваман Двадаси, like that, Драха Двадаси, whatever. То есть, по сути, Гор Пурнима, Нарисимхатрайдаси, Вараха Двадаси, Вамана Двадаси, и так далее. Вараха Двадаси, и так далее. Впервые я ночной бдение совершил на острове Бали в день Рама Навами. На следующий день в Дашаме Господь Рамачандра проявился как Параматма и спросил меня, чего ты хочешь? И ответил, я хочу быть достаточно чистым, чтобы служить тебе. Господь Рамачандра ответил, ты недостаточно служишь. Кришна не интересует то, что мы Ему даем, Он хочет того, что мы прячем у себя за спиной. И что бы мы Ему не дали, этого всегда недостаточно. Он хочет всегда чуть больше. Он великий вор, и наша задача в том, чтобы помогать Ему воровать. И тогда Он позволяет вам вступить в Его воровскую шайку. Почему мы кланяемся божествам левым плечом, гуру правым, а Туаси Деви прямо? Почему мы offer our obeisances to Aditys by our left shoulder, to spiritual master by our right shoulder, and to Tulsi Devi, we offer obeisances straight? Yes. I don't do like that. Но я так не делаю. You just offer obeisances to Tulsi Devi with the right side, with the left side? Oh. We offer obeisances to Tulsi Devi with the left side? To Tulsi Devi нужно предлагать поклоны левым плечом. And with Shrila Prabhupada we offer on the left side also. Shrila Prabhupada we offer on the left side also. How can we always remember Кришна even in difficult situations when we are in fear? Basically, because He's the only person we can deal with. It's interesting. It's basically in Bhagavad-Gita chapter 18 verse 58. The Lord says that if you think of me in difficult times, you will cross over all difficulties by my grace. So our business is to think of Krishna and His business is to do everything else. So our mission is to think about Krishna, and His mission is to do everything else. All right. All right. When Lord Chitanya and Ramananda Rai met each other, they hide their emotions. The question is, how can we understand that the person is on bhava level if such person tries to hide his feelings? By the symptoms. Basically, it's described, the bhava stage is described in Chaitanya Charitamrita Madhya Lila chapter 23 verse 19. It's basically quoting Bhakti Rasamrita Sindhu about it. It's good. It's a symptom of one who has attained the bhava stage. So that it's interesting, it's by Rupa Goswami, it describes the symptoms that you should look for. Rupa Goswami описывает эти признаки, которые нужно увидеть. But aside from those devotees that are devoted to the love of God, you won't find them walking on the streets of Kyiv. Rupa Goswami, who has all the love of God, you won't find them walking on the streets of Kyiv. So basically our business is to love and serve all devotees. The devotees that have bhava will be included then. Rupa Goswami, who has all the love of God, you won't find them walking on the streets of Kyiv. Rupa Goswami, who has all the love of God, you won't find them walking on the streets of Kyiv. What does it actually mean to remember Krishna? What does it actually mean to remember Krishna? It's a crazy question. Why is one asking how to remember Krishna? What does it mean to remember Krishna? You do it. Those who do it regularly, they understand what it is. те, кто постоянно помнит о Кришне, понимают, как о нем помнить в чем причина того, что человек не может повторять Махамандру язык просто не поворачивается, повторять святые имена what is the cause that a person cannot chant Hare Krishna his tongue just simply cannot pronounce holy names it's interesting, Prabhupada liked that cartoon в Шриле Парупаде нравился один комикс там было изображено, как жена говорит мужу пой, 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 а ответ был не могу, не могу, не могу я знал одного человека, который не мог повторять Харе Кришна человек говорил мне о том, что он в состоянии читать Бхагаватам но не может повторять Джапу но можете теперь за него не волноваться жена помогла ему поменяться, теперь он повторяет Харе Кришна только в тамагуну не погружайтесь когда вы отдыхаете, нужно помнить о Кришне в этом суть что является самым важным для успешной проповеди какие качества нужно развить нужно подавать хороший пример это самое лучшее, что можно сделать это могут преданные делать нельзя никого насильно сделать Кришнаитом но можно подавать хороший пример если человеку не нравится, что по отношению к нему люди настроены критично для того, чтобы избавиться от склонности критиковать нужно видеть преданных, хорошее качество чтобы избавиться от наклонности критиковать, нужно видеть преданных, хорошее качество Видеть хорошее качество преданных нужно, и все. Нужно подавать хороший пример, это единственное, что вы можете сделать. Это все, что вы можете сделать. Еще? Да? Хорошо. Как избавиться от восприятия? How can one overcome the lust? There is a shloka in Srimad Bhagavatam, санат камаро, аватукамаде, вад. May Sanat Kumara, it's in sixth kento, May Sanat Kumara protect me from lusty desires. It's nice to be lusty, but marriage is dreaming. But love is dreaming, but marriage is the alarm clock. You know, maintaining kids is really expensive. So you tell all the wives, have as many kids as you can maintain. She'll have only one kid, because kids are really expensive. Really, really expensive. How much in Ukraine does it take to raise a child from, you know, how much money do you have to have and raise a child all the way to college? There's a question to the householders. Yeah. Вопрос к присутствующим. Сколько стоит, вот, воспитать ребенка от и до? Вырастить? Здесь, на Украине, сколько это стоит? All the money. All the money. Children will just steal everything, no matter what you give. Независимо от того, сколько детям не давай, они все тянут. Как быть, когда очень много служения и не хватает сил сесть и почитать книги? What to do, if I have too much of devotion no service, and I even cannot just sit and read Shrila Prabhupada's books? Yeah. What to do, if I have so much devotional service, that I even cannot read, I have no time to read Shrila Prabhupada's books? There was one god sister, Hladini Dasi, who left her body on Indira Akadashi in 1990 in the Liberian War. У меня есть духовная сестра, которую звали Хладини Даси, и она оставила тело She left her body when? In Indira Akadashi in the Liberian War. In the Liberian War. In the Liberian War. And she managed to read the books. And she managed to read the books. And she managed to read the books. So you put them well, you're gonna grab them. So even if you're busy, you'll find time. Just like there's plenty of time to eat, and there's plenty of time to sleep, there's no time to study. So basically people say that, but actually they're still eating and sleeping. And another thing is we used to do was, I remember that we were so absorbed in Shlokas that we would, we would, we were eating with the right hand and we would memorize our Shloka with the left hand. It's basically, if there's a will, there's a way. If there's no will, there's no way. You just have to work at it. You just have to desire and work at it. Нужно просто захотеть и поработать над этим. Even the busiest person has time. Даже самый занятой человек найдет время. It's a question of priority. Это вопрос расстановки приоритетов. You wanted, you get it. Человек чего-то хочет, и он этого достигает. You didn't get it. It means you don't want enough. Если человек чего-то не получил, означает у него недостаточно сильное желание. How to develop such desire? How to develop such desire to read Shriya Prabhupada's books? How to develop? How to develop such desire? You just do it. Ну, просто надо читать книги. Харе Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Всеслава Шриле Парупаде. Бхакти Шрама Мадова с вами. Скажите, пожалуйста, как правильно поступать? Больше слушать лекции Shriya Prabhupada или больше лекции духовного учителя? What should we do more? To listen to Shriya Prabhupada's classes? Audio recordings? Or our spiritual master's classes? What should we do? И то, и другое. По сути, все зависит от веры. Тот, у кого больше веры в Шрилу Парупаду и меньше веры в духовного учителя, будет больше слушать Шрилу Парупаду. Если духовный учитель помог вам стать преданным, то вы будете слушать его лекции немного побольше. Есть преданные, которые в равной степени слушают и то, и другое. Это зависит от ситуации. Нельзя сказать, что выбор в сторону чего-то одного решает всю ситуацию. Это не так. В третьем кенте Шримад Бхагаватам, это сэр Шрилу Парупада writes in his purport, that a person cannot achieve the success in devotional service if he doesn't engage his conditioned nature in devotional service. Can you comment on this? You're not doing service because you have to do it. You do service because you want to do it. Мы занимаемся преданным служением не потому что должны, а потому что хотим. Шрила Бхакти Сидданта, sir, is what he said in his Nectarian instructions. Шрила Бхакти Сидданта Сарасвати Такур, в своей книге «Амритавани», «Нектарное оставление», пишет, that it's not enough to engage the five karmendryas working senses and the five gyanendryas knowledge recording senses and the service of Krishna according to your psychophysical nature. That's the beginning of bhakti. That's the beginning of bhakti. Может обрести тот, кто занимает свои чувства в служении Господину чувств Господу Хриши Кеша. More important is to chant the name of Krishna and to think of Krishna while you work. Then it becomes paribhavita bhakti. And that's what Krishna takes. It's the mood. It's basically the mood we are doing things. Just like somebody asks Prabhupada, what do you want me to do? When Prabhupada says to him, what do you want to do for Krishna? How can we make our yoga with our spiritual master more deep? By taking up the instructions of the spiritual master. Принимая его наставления. Then your life is wedded with the spiritual master. And then your life is wedded with the spiritual master. And then your life is wedded with the spiritual master. All of our acharyas are present in some vibration. All of our acharyas are present in some vibration. You can meet thousands of kilometers physically from somebody. You follow their instructions. You feel them walking right next to you. You feel them walking right next to you. The relationships between devotees, on what does it really depend? The relationship between devotees, on what does it really depend on the development of such a relationship and making it more deeper? Yeah. So on what does it really depend? It depends on making the relationship. Mutual desires, mutual things. You're friends for life. You do the same things? You're friends for life. And you should appreciate their contribution. Just like I was an old cook, but you appreciate the contributions of other cooks. You'll be friends for life with them. Then anytime you need help from them, they'll be ready for you. And if only you need help from such a person, they'll be ready to help you. Yes. How can one overcome Prajjalpa? By talking positively about Krishna. And now if somebody's talking about Prajjalpa to you, then you can change the subject matter. You're not asking them to stop talking. Just talk about something good. If they're not devotees, then you can ask them to talk about something that both of us are interested in. If they are devotees, then we can ask them to talk about Krishna. If they are devotees, then we can ask them to talk about Krishna. This way you're changing the subject matter positively. And this way you're changing the subject matter positively. You are not coming across as holier than thou. You are not coming across as holier than thou. Holier than you. Holier. Not as for things that prince have been favored for evil than others. If our spiritual taste decreases, what can we do to make it stronger? Нужно, чтобы сознание Кришны у нас стало высшим приоритетом по отношению ко всем отвлекающим факторам, которые в нашей жизни присутствуют. Существует два вида вкуса в сознании Кришны, о которых упоминается во второй главе Мадурия Кадамбини и Шрила Вишванатхи Чакраварти Такура. Два вида, в идеальных условиях и неидеальных условиях. Первое — это идеальные условия. Это вполне нам понятно. Легко воспевать в храме, когда вокруг нас преданные, а на стенах висят изображения соответствующие. Но попытайтесь воспевать Харе Кришна, когда уже поздно и вы устали, и дождь колотит в окно, например, о необходимости дочитать круги. Так вот, Вишванатхи Чакраварти Такур пишет, что вкус обредаемый в неидеальных условиях лучше. Это гораздо более лучший вкус. Но суть-то в том, что все равно нужно быть вдохновленным в любой ситуации. Такой подход. Тулси Рани is also Bhakti Pradayani. She gives devotional service. She distributes devotional service. So you can be anxiety about serving her. So I asked my God-brother in Vancouver. Я спросил однажды своего духовного брата в Ванкувере. Читаешь ли ты стути и ставы, прославляя Дула Сидеви, когда ты видишь ее? Он ответил, я не книжник, она просто занимает меня служением. In the winter time, about one o'clock in the morning, she'll come in my dream. Wake up, stupid. Take a bath and come to my house. My heater, fix my heater. My heater is broken. Однажды в час ночи она явилась ко мне во сне и сказала, проснись, дурачок, у меня обогреватель испортился. Прими омовение, приди и почини. Вот так вот она занимает меня служением. Поэтому, если я хочу дочитать свою джапу до конца, то это делаю, обходя домик Туласи. Просто обходя. Потому что достаточно только зайти туда внутрь, она тут же займет меня служением, нужно будет собирать манджари. обрабатывать почву и так далее. So, in order to be free for enchanting джапу, he just circumambulates the greenhouses. You sure? Теоретически мы поняли, что мы душа. Что может побудить действовать как душа? И что значит действовать как душа? We understand, theoretically, that we are pure spiritual soul. How can we actually act on this level? And what can help us to act on such level? Теоретически мы философию знаем. Развить это, получить эту реализацию, можно занимаясь преданным служением в соответствии с нашей психофизической природой. Когда наступает марафон, мы просим преданных, чтобы они занимались всевозможными видами служения. Бывает так, что в час ночи будем человека и говорим, у нас в чрезвычайной ситуации, срочно нужна ваша помощь. И если эта просьба не соответствует вашей природе, то вы скажете, я сейчас сплю. А если это соответствует вашей природе, то вы просто попросите 15 минут, и пока будете принимать омовение, будете думать, как вам помочь этому человеку. Мы служим не потому, что надо, а потому, что хотим, и это абсолютно две разные ситуации. Как распознать все свои недостатки, которые являются преградами на духовном пути? Как мы можем не понимать все наши ошибки или наши плохие качества, которые являются ограничения на нашу духовную путь? How can we recognize these impediments, our bad qualities, which are obstacles on our spiritual path? We may not be able to see them, but we can ask our friends. They probably know us better than we do. Мы, возможно, и не увидим сами, но мы можем попросить своих друзей, чтобы они нам сказали, потому что они наверняка видят это лучше, чем мы. See, the thing is that a devotee doesn't really want to speak negatively about someone. Но дело-то в том, что преданные, на самом деле, не очень-то хотят негативно о ком-либо отзываться. Поэтому их придется упрашивать, чтобы они давали вам негативную оценку. Чтобы они говорили вам правду. Just like, for example, there was a South African devotee that had a problem. У одного преданного в Южной Африке были проблемы. And I asked Krishna, what do I say to this devotee? Я спросил у Кришны, что мне этому преданному сказать? And he told me to read one book. It's volume 12 of Kishari Mohan Ganguly's translation of Mahabharata. И Krishna подсказал мне прочитать 12-й том Mahabharata в переводе... What was the translation of Kishari Mohan Ganguly? В переводе Гангури. And I only read the first book, Adiparva. I only read the first book. Раньше я прочитал только Adiparva, Mahabharata. And he was telling me to look in the 12th book. Но Господь подсказал мне заглянуть в 12-ю книгу. So not a blade of grass turns without moves without the plan of the supreme personality of God. Без устроения верховной личности Бога и травинка не шелахнется. He said it so intensely that I got up and I pulled that. И настолько сильно Господь мне об этом попросил, что я встал посреди ночи и взял эту книгу. Then I opened it up. I opened it up just exactly to that page. Я открыл ее тут же на нужной странице. And it was an interesting situation. Ситуация была интересная. See, it was in Rajanoshashinaparva. The kingly management. Это была так называемая Rajanoshashinaparva, в которой описывается то, как должны править цари. See, Yudhishthir Maharaj is asking questions to Bhishmadev that every king does, that he comes across. Oh, the conditions, nature of every living entity. And Bhishmadev is replying what to do. It's basically one third or one fourth of the entire Mahabharata. So the question is that Yudhishthir has asked Bhishmadev was... If women are the source of all maya for men, why are the men running behind them? So, in this connection, there are two stories that Narada Muni approached in Apsara. Tell me the nature of women. I can't tell you that. I can't tell you that. Why? You know, speak the truth. You should be shy about it. You should speak the truth. You want me to speak the truth? Then it was a page and a half of criticism. And then it was a page and a half of criticism. And then it was a page and a half of criticism. The only thing positive she says, if she's married to her husband, she can fix the religious principles of her husband. If she's married, then she can fix the religious principles of her husband. So then I thought, is Vyazadev a male chauvinistic bastard? Then I understood. Oh, he's a brilliant journalist. He got a girl that nobody can come up to. And I'm sort of, you know, dancing, you know, dancing more beautiful than them. More qualified than them to tell the nature of ladies. So other ladies have to shut up and accept it. That was an interesting story. Then another story was the conversation between Vipula and Devasharman. Еще одна история. Беседа между Vipula and Devasharman. Devasharman was a karmakandic brahman. Devasharman was a karmakandic brahman. He stepped out of his accommodation to do a karmakandic yagya. So then he warned his disciple, the Indra is attracted to my wife Ruchi. Now you have to protect my wife. So this brahmanchari thought, how am I going to protect guru Bhatni? So basically what he did was he stood across from her and absorbed his mind in her and completely controlled her body. Then Indra, seeing his opportunity, came in and spoke something to her. But every muscle was controlled by the brahmanchari. She couldn't move a muscle. So Indra spoke something to try to stir her. But she couldn't speak at all. Then Indra understood, this brahmanchari is controlling her. So Vipula came back into his body and blasted Indra and Indra ran away. So then Devasharman came back and Vipula gave his guru Bhatni back. Then Devasharman came back and Vipula gave his guru Bhatni back to her husband. So then there was a girl who visited Ruchi. And she had some flowers from Apsaras, from the forest that were not feeding. And she asked, is there more flowers there? Who asked the Duhom? Ruchi asked, is there more flowers there? Ruchi asked, is there more flowers there? Yes, there is, she said. Yes, there is, she said. It means the lady didn't take them all. And it means the lady didn't take them all. So then Devasharman said, Vipula, get the flowers from my Ruchi. Devasharman called Vipula, he said, Vipula, take the flowers for my wife. So Vipula was going out to collect the flowers. And he saw two men stepping over. I stopped first, no I stopped first, no I stopped first, no I stopped first, no I stopped first. Because you're talking like that, you're going to meet the same men as the regenerative Vipula. And he saw on the street, as the two men standing in front of each other, saying, it's I'm the first one here, I'm the first one here, I'm the first one here, no, I'm the first one here. And one to the other said, if you're talking like that, you'll see the same fate as this Vipula. Vipula said, what did I do? Oh God. And then he thought, well I have to go on, because I might do my service. Vipula задумался, что же я такого сделал? Ну ладно, все равно надо идти собирать цветы. So then he met six men that were swing dice. I won, now 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 I won. Because you're talking like that, you're going to meet the same men as the regenerative Vipula. Потом ему встретились по дороге шестеро. It's my time now. No, 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 it's my time now. Six times. Six times. Six times. Итак, ему встретились шестеро, которые между собой пререкались и все спорили между собой, говорили, Теперь моя очередь. Нет, теперь моя очередь. Теперь моя очередь. Теперь моя очередь. Теперь моя очередь. Нет, теперь моя очередь. Вот раз ты говоришь со мной таким образом, тебя постигнет та же участь, что и этого Vipula. Затем Vipula вернулся к Девашарме, и Девашарме, получив от него цветы, спросил, видел ли ты что-нибудь интересное в лесу сегодня? Vipula сказал Девашарме, сначала я вот увидел этих двух людей, которые спорили между собой, кто первый сделал первый шаг. Кто они, Гуру Махарадж? And they, he said, Девашарме said, this was the sun and the night. You cannot say who steps first. And they said, because you're talking like that, you're going to meet the same end as the regenerate Vipula. What did I do, Guru Maharaj? Vipula продолжал дальше. Один из них сказал, раз ты говоришь со мной таким образом, тебя постигнет такая же участь, что и этого Vipula. Что же такого Гуру Махарадж сделал? You have to think what you did wrong. Then I ran into six men and they were saying, I won first! No, I won first! No, I won first! No, I won first! No, I won first! Who are they, Гуру Махарадж? А затем я встретил шестерых, которые между собой спорили, теперь моя очередь, теперь моя очередь, нет, теперь моя очередь, теперь моя очередь, теперь моя очередь, теперь моя очередь, теперь моя очередь. Кто они такие, Гуру Махарадж? These were the six seasons. You cannot say whose time it is. Гуру ответил, это шесть времен года, и никогда нельзя наверняка сказать, какое закончилось и какое началось. And they said, oh God, that you're going to meet the same men as the regenerative Vipula. Who are they, why they say that, Гуру Махарадж? А потом один из них сказал, что тебя постигнет та же очередь, что и этого Vipula, кто они такие, что такого сделал, Гуру Махарадж? Ты сам должен поразмыслить над тем, что ты сделал не так. А, я понял, Гуру Махарадж, когда я возвращал вам вашу жену, я не объяснил, каким образом я выполнил это служение для вас. И тогда Гуру ответил, да, дорогой мальчик, теперь ты можешь получить освобождение. И когда я снова встретился с этим преданным из Южной Африки, у которого были проблемы, я ему сразу сказал, чтобы он все это прочитал в Ахабхарате. Теперь он живет в Лос-Анджелесе, женился, недавно написал мне письмо. Что суждено, того не уминовать, и иначе быть не может. Что суждено, что суждено, что в войне, которые были, они вернулись и получили от того, как они были. Как понять, они попали на райские планеты, или на возраст или попали? Не надо за них беспокоиться, о себе позаботьтесь. Куда им нужно отправиться, туда они и отправляются. И вы отправитесь туда, куда вам предначертано, поэтому заботьтесь о себе в большей степени, чем о них. Нужно стараться, к самому лучшему, стараться достичь высокого стандарта. Оно в то же время нужно твердо стоять на земле. The saying is that do not bite more than you can chew. Есть такая поговорка, не покупайте больше, чем съедите. So you should accept vows that you can get done. Итак, нужно принимать на себя обеты, с которыми справитесь. Otherwise, you get problems when you can't do it. В противном случае, если вам не удастся справиться с этим обетом, у вас будут проблемы. It is better to promise what you can do, than to promise what you can't, than to promise what you can't, than to strive for you can't. Если человек может достичь какой-либо цели, пусть даже она и не такая уж масштабная, значительная, это гораздо лучше. Нужно улучшать себя, но делать это постепенно. I can likely do that. You feel, I can likely do that. То есть, человек внутренне понимает, я это смогу сделать. In some scriptures, we can find the statement that somebody because he was passing on икадыше, or on something else, or he performed some kind of devotional service, he went to or somewhere else for some thousands of years. What does it actually mean to go somewhere for thousands of years? It is basically what they say. But actually, just like it says, you go to sasrani teva santi harer griye, that if you do, that you will, you will reside in the Lord's house for one thousand million years. It is stated where it is stated in Shastra. Shastra says, if you are going to do the service of the Lord's Personality of God, then you will go to his house and you will live there 100 million years. See, Rupa Goswami quotes it, it's the prana mantra for Tulsi Devi. He quotes it in Bhakti Rasamrita Sindhu. It's basically pranava vakya. It is basically the speech of the obeisances to her. So you can use that shloka to offer respectful obeisances to her. So the Sanskrit says, teva santi harer griye. He will stay in the house of the Lord for one thousand million years. And so in this shloka, it says, that a person will live in the Lord's house for one thousand million years. Prabhupada translates it in Nektar devotion as eternal. It's so long, it might as well be eternal. In Nektar, the predation of Shrila Prabhupada переводит this shloka and he will change that thousand million years to the eternity, because it is so long, so long, that it is practically eternity. The literal translation is something else, but Prabhupada translated it for what it probably is. So there is a literal translation of what it really is. It really depends on what you want. Some people just want the bottom line, and some people want the literal translation. What do you want? What do you want? It's interesting stuff. You sure? I think we're done. I think we're done. No? Okay, we're done. We want to thank everybody that have asked the questions. We want to thank everybody that have asked the questions. Now we'll do Purkharmal the Deities. Now we'll do Purkharmal the Deities. Sixteen, six, seven times around Kovardhan Shilas is one Kovardhan Purkharmal without buying a plane ticket. Cheap and best. Cheap and best. Perfect的. Thank you very much.